Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, в студии Александр Гамоля. Добрый вечер. На переддне Урея Дежанейра погас огонь 31-й Олимпиады. Беларусы выступили на этих гульнях годно. Сборная нашей краины официальный медальный залег заняла 40-е место. На рахунку наших спортсменов 9 узнагород. Одно золото, по 4 сребряные и бронзовые медали. Приемно, что треть от гульной колькости на рахунку представников Гомельской области. Поспехово склалась Олимпиада для представников боротьбы. Як вольной, так и греко-рымской. С трех завоеванных на бразильских диванах белорусских медалев два належат спортсменам из нашего региона. С початку Джавид Гамзатов стал бронзовым призером. Выхованец Мазырской школы боротьбы узайшов на пьедыстал гонором у спаборництвах по греко-рымской боротьбе. У ваговой категории до 85 килограммов. Нешаканностью для болельщиков, а не для специалистов, стала сребра у радженки поселка Зябровка Гомельского района Мары и Мамашук. У спаборництвах пажаночай боротьбе. Девичая чемпионка Европы ехала на Олимпиаду выключны за медалем. И пажадана золотым. Крыху не хапила, але у молодой спортсменки все еще напереде. Марыя паутарыла поспех своего тренера Сергея Смалья, який в 1992 году у Барселоне стал другим у олимпийских спаборництвах по вольной боротьбе. Может быть для кого-то неожиданно, но для тренерского состава, который постоянно уверял нас в том, что это перспективная молодежь, в том, что за ними будущее, оно показало, что сегодня в Гомельской области есть хорошая школа борьбы, есть замечательные тренера, которые доказали на этих олимпийских играх свой профессионализм и свою работу. И то, что два представителя Гомельской области взяли медали именно в борьбе, наверное, это очень хороший показательный результат. Не меньше, чем золотым, по значению можно смело лечить бронзовую медаль жаночей байдарки четверки на 500-метровцы. В отсутности на олимпиаде за дисквалификацией мужчинской команды по весловании на байдарках и каное, девчаты повинны были выступить и за себя, и за их, и за всю Украину. На того же не поехал у Рыя и их тренер Геннадь Галецкий. Однако Маргарита Махнева, Надея Лепяжко, Вольга Худенко и Марина Литвинчук, на перакор усим неприемностям задачей справились. В финале белорусские соступили только признанным шматгадовым лидерам – венгеркам и немкам. Хорошее выступление, достойное, скажем, девочки молодцы, справились с своей задачей. Дело в том, что на них лежал очень такой тяжелый груз, то есть им нужно было, скажем, за всю сборную команду выступить. Они это понимали, и я считаю, что повторение лондонского успеха – это же олимпийские игры, поэтому любая медаль, она очень ценна. Было очень много проделано работы, поэтому, конечно, немножко, может быть, слегка расстроились девчонки после финиша. Это было видно, то есть ожидали, я думаю, серебро ожидали они. Для Лепяжко Худенко и Литвинчук – это олимпийская бронза, другая у карьеры. В 2012 году в Лондоне белорусский квартет, где разом с ними выступала Ирина Ганчук, так само стал третьим. Для Махневой эта олимпийская медаль – перша у карьеры. Ее полные меры заслужены. У нее не все сразу получалось. Ее преследовали постоянно какие-то неудачи, какие-то порой даже казусы. Когда она отбиралась на международные соревнования и по техническим причинам, а именно отсутствие документов, не позволило ей съездить. Как она готовилась, серьезно готовилась, была в неплохой форме, и болезни преследовали, не давали. Далеко не сразу она попала наверх, даже в сборную, когда уже стала мастером спорта, когда уже отбиралась команду, еще были проблемы со здоровьем. Но, тем не менее, она сумела пройти этот путь и доказала, что каждый имеет право на свое спортивное будущее. С Лондона в 2012 году гомельские спортсмены привезли два медали – бронзу и сребро. И все сдабыты у Веславанни на байдарках и каное. На Олимпиаде у Рея медаля уже три. Больше и вида у спорту. До Веславанни добавилися вольная и греко-рымская бородьба. И калибда с поборнства допустили в Весляру, то могло бы быть и больше. Меж тым можно смело сказать, что гэты гульни у наших спортсменов отрымалися. На Олимпийский пьедестал подымались 12 белорусов. И половая из них представляли наш регион. Максим Савин, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель» при поддержке телеканала «Мазыр». Традиционная встреча былых партизан и подпольщиков бригады «Большовик» пройшла на минулых выходных под Гомелем. Все лето с дня створения легендарного формирования вспомнилось 75 годов. Партизаны большевика проводили диверсии на Чигунце и основных автомагистралях. Разом с шестями «Червоной армии» удельничали у операции «Багратион». Под обязанностью в репортаже Вероники Ворошилины. Гомельшину нездарма называют краем партизанской славы. Готую руку вошел у летопису светной истории, як немаючи аналогов по масштабах сопротивления. Миновита тут, прикладна у 10 километрах от Гомеля. Ося родина непроходных болот 75 годов тому размещался партизанский отрат «Большовик». Он был первый на территории в области, створенной уже неюня 1941 года, подчас оборонших боев за Гомель. Зараз гэта территория мемориального комплексу «Партизанская крынічка». Што год, кабу спомнить славные подвиги бригады «Большовик», сюди приезжаюць былые фронтовики, партизаны и подпольщики, представники органов улады, громадских организаций и объединаний. Молодь. Мемориальный комплекс «Партизанская крынічка» символизует мощность и стойкость народных оборонцев. И разом с тем нагадывая продорогую цену, которую они заплатили, отстоиваючи незалежность своей краины. У память об героизме працанников тылу, яке допомогли частям «Червоной армии» выстоять у тяжкие годы фашистского терору и наблизить светлый день перемоги, проводится митинг-реквием. Присутные с велизарной удяжностью одночасово горючу сердцу складают ванки и кветки дыма реяла и ушановывают память одважных партизан и подпольщиков, загинувших за мир, свободу и будущую. Здесь был создан отряд «Большевик» под руководством Тимофеенко. В первые дни в нем было всего 50 человек. Потом из этого отряда выросла большущая бригада, которая по всей области вела войну с врагом. Народные мстилцы бригады «Большевик» проводили диверсии на чугунцы основных автомагистралях. Цалком парализовали рух судов Парацессош. Разом с частями «Червоной армии» удельничали у операции «Багратион». Партизанский отряд «Большевик» впоследствии он увеличился до 300 человек. Этот отряд на протяжении двух лет и трех месяцев активно вел боевые действия с гитлеровскими захватчиками именно на нашей Гомельской земле. Принимал участие и в различных диверсионных операциях, и в освобождении населенных пунктов, и в Гомельско-Речицкой наступательной операции по освобождению нашего города. Есть в этом отряде и герои Советского Союза, и Эмилиан Барыкин, и Илья Кожар, и Исаченко. С нагодой святкования 75-й годовины створения от Рада «Большевик» гостей запросили на святочную встречу в Гомельске областный музей военной славы. Почас размовы узнавили у памяти. Угады Великой Чинной войны партизаны и подпольщики Гомельшины оказывали значную допомогу разведывальной и диверсийной деянности. И они знищили свыше 10 тысяч гитлеровцев и больше за 3000 одинок военной техники ворога. Вывели из немецких лагеров смерти больше ик 8 тысяч военнополонных и вырытывали от згона у фашистское рабство 5000 советских грамадян. На такие самоотданные кроки шли, не шкодующие властных жителей. А тому сегодня долг наш шатков память о этой велике и без цены народный подвиг. Вероника Ворошилина, Дмитрий Радянко, телерадио «Компания Гомель». На выходных в Гомеле начал курсировать поэтичный автобус. Такие оригинальные проекты Год культуры и на передаче Дня белорусской письменности для жихоров и гостей областного центра подрихтовали сумесно супрацовники открытого акционерного товариства «Гомеля БалАутотранс» и областной универсальной библиотеки имя Ленина. В первый рейс отправились наши корреспонденты. Перед отправкой этого не совсем обычного поэтичного автобуса организаторы крыху хвалюются. Признаются, что вельми хочется, чтобы их суместный творческий проект горожане оценили по вартости. С идеей запустить по городским маршруте автобус, якип, знайомих же хоров и гостей областного центра с поэтичными творами белорусских классиков, выступило керавництво открытого акционерного товариства «Гомеля БалАутотранс». Супрацовники областной универсальной библиотеки имя Ленина задумку подтримали с энтузиазмом и допомогли реализовать проект уже тем. Нашими специалистами был подготовлен инвесторный материал. Мы работали в основном с классиками белорусской литературы, с поэтическим материалом. Якуб Колос, Янка Купала, Максим Танк, Максим Богданович. Прокатиться у тематично оформленном автобусе гомельчане мают махчимость на самом протяглым у областном центре маршруте номер 20, старая Волотова, Медгородок. У салонияны почуют верши знакомитых белорусских поэтов у выконании супрацовников областной универсальной библиотеки имя Ленина, який заявляються артистами одинного Украин библиотечного театра «Гороки». Якуб Колос, образы милого родного края, смуток и радость моя, что мое сердце на вас порывает, чин, так прикованный я. Меж тем, спиняться на досягнутым организаторы не збираются. Яны планують развивать и удосконаливать свой проект. Наприклад, мают намер забеспечить поэтический автобус тематичными друкованными материалами, а коли проект горожанам сподобается запустить подобный арт-транспорт и на инши маршруты. Так само супрацовники открытого акционерного товарыства «Гомель-Абал-Аутотранс» и областной универсальной библиотеки имя Ленина запрашают дауделу у проекте у сих необыяковых дародной литературы. Приглашаем к сотрудничеству нашу творческую интеллигенцию города Гомеля, области, для того, чтобы поэты, молодые поэты, несли в массы свое творчество, ну и пропагандировали белорусскую поэзию, белорусскую литературу. Организаторы сподяются, что этот оригинальный проект для жихаров и гостей областного центра станет приемным подарунком у Год культуры и до Дня белорусской письменности. До речи аналогичный поэтычный автобус у худким часе пачне курсировать и в Рогачеве. Его маршрут будет пролягать прозовесь город. Вероника Ворошилина, Дмитрий Котов, Дмитрий Радзянко, Телерадиокомпания «Гомель». Мазырские школьники стали удельниками проекта «Беспечные каникулы». На протягу трех летних месяцев зимой займались инспекторы ДАИ, воротовальники, супрацовники-освод и наставники. Алексей Нтеров потекает все подробностями. Сегодня подрактовку школ до нового новочайшего года на Гомичине завершили на втором месте, чем плановалось, а если заработать ремонт в классах, это еще не самое главное. Головное, как первого века, дети пришли сюда живыми и здоровыми. Статистика свечит. Динамика детячего дорожно-транспортного травматизма мает тенденцию до повеличения. Когда за 7 месяцев минулого года в Мазырском районе ранения у ДТЗ отримали двое неполнолетних, то все лет опять плюс один загинувший, чего летность у вогули не было. Сучастные дети у перважной борщицы вельми активные, а при этом неуважливые. Не просто нагадать им правила беспечных поводин, а и притягнуть школьников до активного удела в проводимых мероприемствах. Головная задача проекта «Беспечное лето». Мы разработали 6 дней недели. Каждый день имеет свою направленность. Один день называется спортивный день, второй день называется день общения с детьми, третий день называется день психологической разгрузки и так далее. И в каждые из этих дней наши дети посещают различные объекты. Прибежишь в среду, будут спортивные мероприятия. На любой горный комплекс, на любой спортивный зал тебя примут и тебе не откажут. Если ты пришел во вторник, будет встреча с какими-то интересными людьми. Мелом на асфальте, это не бавление часу, одна из акций, проводимых в рамках проекта «Беспечное лето». Школьники малыших классов про смолюнки передают свое, бачу не обеспеченных поводин на дороге. Водитель, поважая пешехода, сябруется светлофором и пешеходный переоход. У теории я не добро ведусь правила дорожного руха, а на практице часто об их забываются. Яркие такие рисунки большого формата, они, возможно, где-то отлаживаются в голове в виде образов. И лишний раз, когда какая-то может произойти ситуация, он может вспомнить, вот я рисовал рисунок на такую тему, вот мы встречались с учениками, с учителями, вот у нас было такое мероприятие, и вспомнит, что им рассказывали. Проект «Беспечное лето» пилотный. Все летоюн проводится в Мазыре у Першиню. После его закончения в районном отделе адвокации обещают провести деталевый анализ при необходимости унести коррективы и в наступном году вернуться до его знову. Александр Роу, Евгений Макеенко, телерадио компания «Гомель» с Мазыра. Завтра в областной державной инспекции чекают пытания в Аджихароу региона. С 11 до 12 годин тут отбудется промая телефонная линия. На пытания, которые пишутся деятельности областной ДАИ, откажет керовник ведомства, полковник милиции Игорь Александрович Макушенко. Номер телефона промой линии 68-31-53. Теплая навод спекотная на дворе захывается в регионе на этом тыдне. По информации областного гидрометеоцентра, в ближайшие сутки в особных районах махчимы дажи и на больнице. Температура поветра в нашей складе 12-17, в день 25-30 градусов тепла. У Сираду короткочасовые дажи пройдут в ночи. В день будет переважно без опадков. Сутки термометров покажут от 13 до 18 градусов в ночи и от 21 до 26 в день. До конца тыдня на территории в области заховается сухое и спекотное надворье. В четверг максимальная температура по ветроскладе плюс 27 градусов, в пятницу плюс 28. По попередних дадзинах на выходных чекается до 30-32 градусов тепла. Глядите завтра на телеканале «Беларусь-3» черговые передвыборные выступления кандидатов у депутаты Палаты представников национального схода Республики Беларусь 6-го скликания. С 19.01 до 19.30 у эфира выступления кандидатов по Хойницкой окрузе номер 47. С 19.30 до 19.50 до выборщиков звернутся кандидаты по Калинковицкой окрузе номер 41. Нагадаем, выступления выйдут в эфир на телеканале «Беларусь-3». И на этом выпуск завершенный. У студии працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова